Здравствуйте, уважаемые друзья! Из бесконечного множества жуков, которых я изготавливал, все они, как говорится, являются ловчими, но в зависимости от, допустим, сложности, вы для себя сможете выбрать ту или иную модель. Вот последние, как говорится, модели, которые вы видели с изготовлением и лапок, и всего, всех других элементов. Вот, как вот такой жук. Или же, как я вам сейчас покажу, я в основном стараюсь сильно, если я занят, допустим, конкретно рыбалкой, и мне, ну, нет необходимости, будем говорить честно, поднимать вопрос об излишней детализации. Я изготавливаю для себя вот такой обыкновенный, простой, ловчий вариант жука. Я изначально для себя, допустим, при изготовлении вот таких жуков, выработал какую-то определенную тактику их изготовления. Поэтому давайте мы сегодня с вами изготовим жука, который будет являться основой всех вот таких наших жуков, как вот и такой я изготавливал, вот, чтобы было хорошо видно, ближе к майскому жуку. Давайте мы с вами сейчас изготовим какой-либо такой собирательный образ. Крючок я подобрал, вот, о них я уже рассказывал очень много, фермы Гамакатсу. Так как жука, я хочу, чтобы вы увидели всю детализацию, я буду изготавливать несколько крупнее, чем он есть на самом деле. Но, я думаю, на такую большую, на такого большого жука кто-либо допозарится. Давайте приступим. Как обычно, я из обычных вот отходов, которые у меня иногда попадаются, вот таких, вот такой пенки, вырезал обыкновенными ножницами, как есть, вот такую форму, слегка выбрал, чтобы было лучше крепить и подобрал по ширине, лишнее обрезал. Давайте приступим. Все тело нашего жука и всего жука нам желательно распределить по сывью таким образом, чтобы у нас, вот, буквально две трети занимало основное наше массивное тело. А здесь мы уже сформируем с вами лапки и грудь. Давайте вначале, как обычно, я буду использовать нить, та, которая у меня есть, более толстая, потому что она у меня белого цвета. Я слегка промазываю цевьё. Клей нам желательно здесь использовать постоянно. И очень хороший, потому что крепить мой материал будем свой, почти весь синтетический, который сильно скользит. Не доходя примерно немножечко до колечка, я закрепил нить и проматываю широким шагом по нашему цевью. И захожу приблизительно до края нашего загиба. Теперь мы должны выбрать с вами, если у вас, допустим, недостаточно позволяет загиб изготовить жука, так как тело у нас заберёт хорошую часть вот нашего полезного пространства. Можно начинать крепить тело, допустим, там, где я остановил нить, оставив пятку значительно более открытую. Но с расчётом того, что я взял крючок на пару номеров больше, чем необходимо, я буду показывать, как можно закрепить ещё это тело. Промазали ещё немножечко клеем. И теперь аккуратненько, так, чтобы у нас хорошо ложились витки, промотаем здесь нашей ниткой. Годится. Учитывая то, что я здесь сделал небольшой вот такой разрез, мне удобно вот так будет его поставить. Как вы видите, нить попадает в мой разрез, и я вот так аккуратно, уже не перерезая нашу пенку, удерживаем её в таком положении, неудобно возле загиба сделать её покороче. И начинаем вот так подхватывать. Первый оборот. Плавненько, нежно, чтобы не передавить. Чтобы нитка у нас успела лечь на место уже другой нитки и давила на нить, а не давила на наше тело. Вот у нас вышло вот такое, как вы уже видите, крепление, которое достаточно уже хорошо будет держать наше тело, которое мы с вами закрепили. Можно больше, можно меньше. Это уже как вы с вами захотите. Но этого уже будет достаточно, учитывая то, что мы ещё с вами наше основное тело будем садить на клей. Ещё хорошо промазали клеем. И теперь нам необходимо, в качестве обмотки, я вот по остаткам взял вот такое пёрышко гризли. Можно использовать практически любое перо, какое у вас будет, но так, чтобы бородки не были у нас очень большими, чтобы не пришлось их подстригать. Если по каким-либо причинам у вас нет, и есть, допустим, очень широкое перо, пожалуйста, вмотайте широким пером, но потом придётся снизу брюшко подрезать, для того, чтобы наш жук смотрелся более симпатично. И всё. Теперь мы с вами должны выбрать, на каком цвете мы должны с вами остановиться. Или же это будет у нас жёлтый, или это будет зелёный. Но учитывая то, что, допустим, в моём регионе более любят цвета зелёный, не очень, как я вам покажу оливу, а ближе вот к такому жёлто-канареечному цвету, или же к серому цвету, очень привлекательный жук. Но мы с вами возьмём вот буквально, как я всегда показывал, это штапельная наша пряжа, вытаскивая вот тут хорошее вот такое вот волокно, сколько у меня уместилось в мою небольшую щепоточку. Если у вас нить вощённая, можно не мазать. Если не вощённая, как в моём варианте, значит, я беру и промазываю. Теперь, как всегда, я беру, укладываю, так, чтобы только коснулась моя пряжа. Нитки даже здесь можно сильно и не стараться её прокручивать. И, как вы видите, вот мы прокручивая нашу пряжу, сформировали хорошую вот такую даббинговую нить. Достаточно крепкую и достаточно прочную, уже проверено. от её толщины будет зависеть и величина нашего тела. Поэтому вы для себя уже экспериментально подберёте, можно синелью, можно, допустим, другим каким-либо синтетическим материалом. Для себя подберёте сами, как для вас будет более приемлемо. То есть, материал здесь пойдёт практически любой, даже тот, который, как многие скажут, он намокает. Плавучесть у нашего жука просто сумасшедшая, поэтому тело здесь можно изготавливать из любого материала. Опять немножечко добавим нашей пряжи. И также, прокрутив, не отпускаем нашу нить, продолжаем в строго цилиндрическую формировать форму нашего тела. Вот наша задняя часть, которого брюшко уже почти готово. Здесь вы можете себе добавить несколько другой оттенок. Можно взять даже сейчас, так как грудку мы будем делать несколько темнее. Вот я возьму уже другой оттенок. Немножко возьмём болотного такого цвета. Вытянем прядь. И закрепим. Можно крепить и оранжевый, можно крепить и, допустим, более яркий, красные цвета. Но учитывая то, что у нас и так достаточно раздражителей будет у нашего жука, я считаю, что вот того, что мы с вами сейчас изготовим, будет вполне достаточно. Я более подробно это объясняю. Почему? Потому что мои, в основном, большинство подписчиков очень сильно просили, чтобы я несколько поподробней рассказывал, как изготавливать определённые элементы в конструкции. вот мы оставили. Теперь нам больше ничего здесь не нужно. Оставляем нить. И для хорошего привлечения я беру вот такую щепоточку вот такого обыкновенного даббинга. Цвет, оттенок, расцветку возьмите для себя, выберите сами. И, как всегда, я обычно, многие, может быть, и не поймут, в чём заключается смысл. Ну, я раз уже объяснял, второй раз не буду пытаться. И не надо. Вот так буквально положил. И теперь я слегка удерживаю немножко наш даббинг, чтобы перо сразу его не утянуло. Начинаю пёрышком выполнять вот так обмотку. Стараемся выполнить обмотку, чтобы она была с определённым шагом и в то же время была пропорциональна нашему тему, телу. Оптически вы уже сами для себя определите, с каким шагом, допустим, вы будете это выполнять. 5, 6, 8 витков. Это уже несущественно. В основном так изготавливаются все стимуляторы, которые вяжутся по такому принципу. Закрепили, переломили наше перо. Совсем, как всегда, немножечко добавим клей на место крепления. И удалим, промотаем и удалим теперь остатки нашего пера. Как вы видите, я вначале вам уже рассказывал, почему именно я подобрал такое перо. Вот у меня не убирается полезное пространство под загибом. как вы видите, у меня нормально садится задняя часть моего жука и мне вполне достаточно и хорошо закрепить мое тело. Теперь самое основное, что нам необходимо сделать. Нам теперь понадобится с вами продавить. Сперва вот так мы с вами примерили, продавили с вами вот так тело, сколько необходимо. и теперь убираем нашу нить. Вот у нас получилась вот такая конструкция. И теперь я беру, чтобы не нагромождать массу элементов, отрезаю так, чтобы у меня было до моего колечка тело и чтобы не было большого нагромождения материала на моей грудке, я не доходя 2-3 миллиметра вот так по бокам убираю излишки. Если у вас пенка стандартная 2 миллиметра, пожалуйста, можно изготавливать, она спокойно продавливается, можно не отрезать. Как вы видите, у меня теперь есть нормальное место для крепления, хорошо можно продавить, и я спокойно могу теперь промотать, закрепить наше тело у грудки. Теперь нам остается только лишь с вами взять, промазать вот этот желобок, который мы с вами изготовили в начале, капнуть сюда клей. Он при переворачивании нашего, нашей конструкции, как раз хорошо ляжет на наше крыло. Подстригать, подрезать нам уже здесь ничего не надо, всего достаточно. Вот так придавили, и теперь аккуратно стараемся не передавить наше тело, чтобы оно находилось у нас строго сверху. Вот как вы видите, вот такая вышла симпатичная конструкция. Снизу напоминает хорошее симпатичное брюшко нашего жучка. И теперь давайте закрепим окончательно уже все наши элементы. Я закрепил вот такое перышко, с которого мы потом с вами будем изготавливать лапки. И с пенки вырезал вот такой чехольчик, которым мы будем накрывать потом нашу с вами грудку. Все это подмотал и как обычно подклеил клеем. Теперь нам необходимо изготовить грудку. Для изготовления жука, как я уже неоднократно вам показывал, можно просто намотали бы перо, которое имитировало бы лапки. Или же взяли вот так, переломили и они в сторону у нас шли. И сверху накрыли бы чехольчиком, приукрасили бы нашего жука теми элементами, которые допустим вы захотите. Глазки, усы и все остальное. Но мы с вами будем изготавливать несколько посложнее, но более реалистичную конструкцию. Я подготовил вот такой рыжий даббинг из этих же наборов шерсти, которые я вам показывал. Можете использовать любой для сухих мушек. Это уже не принципиально. И совсем немножечко уже к меху добавил вот щепотку такого материала. и теперь мы с вами изготовим грудку. Изготовили с вами вот такую пышную жирненькую грудку, которая у нас будет сразу и служить головой. Желательно совсем немножечко нанести клей на нить и возле колечка выполнить пару оборотов. Так, чтобы уже наша нить здесь хорошо держалась. И теперь остается нам только выбрать определенное количество бородок, из которого мы будем с вами изготавливать лапки. Так, как вы просили, я вам рассказываю несколько это подробнее. и стараемся теперь так, чтобы у нас были равное количество бородок, которые мы захватили слева и справа. Хорошо удерживаем строго у колечка. Перекидываем нашу нить вот так и подтягиваем. Подтянули. Один-два оборота сделали полных, переломили вот так замком оторвали. Все наши теперь лапки с вами для изготовления нашего жучка в дальнейшем вернее перо уже готово. Теперь нам остается с вами только нанести немножечко клея на место крепления и на нить. Для того, чтобы мы сейчас переломили с вами нашу спинку жука аккуратненько поправим наши перышки. Желательно, конечно, их немножко было бы вскрыть лаком, но учитывая то, что у нас пока еще нет этого. Переламываем, удерживаем вот так ноготком и буквально пара оборотов следим за тем, чтобы мы с вами не залезли сильно на колечко. Вот так годится. И теперь хорошо промажем, остатки потом мы с вами отрежем. И приступим теперь к изготовлению наших лапок и как это у нас будет жук без усов и других причиндалов. Давайте продолжим. Приклеили усы из лески хотите из бусинок я закрепил глазки прокрасил фломастером и вскрыл лаком. Ножки как обычно подровняете под свою рыбалку и вот такой жук повторю вам ловчий жук который берите цепляете бросаете ловите он не боится ничего это не выставочный готов у нас к работе так что благодарю вас за внимание до скорых встреч если у вас какие-то будут вопросы пожалуйста задавайте спасибо Продолжение следует...